Повышение безопасности на дорогах. В городе заработал эвакуатор для большегрузов. Социальная реабилитация. Особенные дети проходят курс восстановления в центре Сибирь. Усатый друг. Пять кошек обрели свой дом на выставке питомцев приюта Умка. Безопасность дорожного движения всегда в приоритете муниципальных властей. Самые острые и злободневные вопросы держит на контроле городская комиссия по БДД. Одна из важных тем недавнего заседания – организация работы эвакуатора для грузовых транспортных средств. Насколько грузовой эвакуатор был необходим городу, отлично знают как водители большегрузов, так и сотрудники ГИБДД. Особенно остро этот вопрос стоит зимой, когда погода вносит свои коррективы в дорожную обстановку. Когда морозы начинаются, когда транспортные средства начинают ломаться, они остаются на дороге, создают аварийно опасные ситуации, когда их ночью не видно и так далее. То есть такой эвакуатор поможет избавить нас от этой проблемы и, соответственно, вовремя принимать меры к эвакуации таких транспортных средств в иные безопасные места. Конечно, водители большегрузов в беде не бросали. На помощь всегда приходили автоинспекторы, спасатели, сотрудники МТК и Автодора. Но на то, чтобы убрать многотонный грузовик с проезжей части, уходили часы, а порой для этого требовались не одни сутки. Зато теперь с появлением специализированной техники проблема решена. Две лебедки установлены здесь для вытаскивания машин с обочины, перевертышей или как. Характеристики тяжелого грузового эвакуатора на базе четырехосного шасси КАМАЗ впечатляют. Спецмашина оборудована всем необходимым, чтобы освободить проезжую часть от обездвиженного транспорта в случае поломки или ДТП. Цепи, вилки. У каждой машины разные колеса. На колеса можно цеплять, можно на балку цеплять. На каждой машине разные балки. Есть толстые, есть тонкие, есть усиленные. Колеса есть широкие, есть узкие. Все там, ремни, цепи, все, трещотки, затяжки, все там есть. Комплектация хорошая. Эвакуатор обслуживают два человека – водитель и оператор. Анатолий Стоколас раньше работал дорожником, сейчас управляет краноманипуляторной установкой эвакуатора. Уверен, для этой техники нет ничего невозможного. Специальные лапы есть, они перекидываются. Есть на асфальте, на ровном, чтобы не повредить асфальт. Все, лапы. Есть на грунт, чтобы не стягивало, потому что лебедка, если тянуть машину, может саму вкует стянуть. Она уперлась, все, и спокойно вытягиваешь. Грузовой эвакуатор приобретен Департаментом дорожного хозяйства «Ямала» и передан в эксплуатацию муравленковскому филиалу «Ямалавтодора». В случае необходимости спецтехника готова выехать на помощь в любое время. Данный автомобиль будет работать в районе Ноябрьска, Муравленка и Губкинска. Если частное и индивидуальное лицо обратится, можно заявку подать как через единую службу спасения ИДДС или обратиться к ГИБДД. То есть мы работаем по заявке. Татьяна Бойко, Сергей Лукович, Новости, Муравленко. Дети-инвалиды и ребята с ограниченными возможностями здоровья проходят интенсивный курс реабилитации у специалистов медицинского центра из Ноябрьска. Комплексное оздоровление удалось организовать благодаря поддержке окружного благотворительного фонда «Яминэ». Алиса, два кольца. Вешаем. Десятилетняя Алиса такой комплексный курс реабилитации проходит впервые, но к специалистам уже привыкла и приходит с удовольствием. За несколько дней результат работы с ребенком налицо, говорит мама девочки. Есть хорошая динамика, поставили какие-то определенные звуки, где у нас были пробелы. На ФК тоже улучшилась физическая способность ее. В общем, очень много плюсов. Самое главное, что ребенок очень доволен. То есть она всегда идет с улыбкой, ей это интересно. Она любит заниматься. В хорошее настроение сегодня и трехлетний Раджаб. Ему не просто стало легче двигаться. Мальчик начал лучше понимать речь и контактировать с близкими. И это за две недели интенсивного курса. Он после этих занятий стал более активный, стал лучше ходить. У нас вальгусная походка была. Сейчас у него вальгус чуть-чуть прошел уже. Все стало хорошо. Сейчас курс реабилитации проходит около 20 муравленковских детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. С ними работают специалисты из медицинского центра «Ноябрьска». Это логопед, дефектолог, нейропсихолог, специалисты по адаптивной физкультуре, суставной гимнастике и аквариабилитолог. Каждый из них работает индивидуально. В зависимости от физических возможностей ребенка и его настроения. У нас комплекс, у нас несколько специалистов занимается сразу одновременно. Ребенок получает невероятно ударную нагрузку, в которой и занятия физкультурой, и занятия с логопедом, и с нейропсихологом, и еще какие-то массажные терапии получают. Поэтому здесь, в комплексе, это очень сильно ускоряет процесс реабилитации. И ребенок, что называется, заводится на дальнейшее восстановление. В идеале такие курсы должны быть постоянными, говорят сами специалисты. Но и от таких редких встреч, безусловно, есть польза. В каждом городе работают специалисты узкой направленности. То есть, если не хватает, то сейчас по факту выяснится, что мы подтянули кито-хвосты. Нужна работа с логопедом. Родители с логопедом отдельно дорабатывают здесь по месту. Сейчас реабилитацию дети проходят в культурно-оздоровительном центре «Сибирь». В новом современном здании, где есть все возможности для комплексного оздоровления. Давай, хватай мяч. Второй ручкой тоже помогай. Помогай, помогай, помогай. Интенсивный курс реабилитации удалось организовать благодаря финансовой поддержке Ямальского благотворительного фонда «Ямины» и регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Следующий подобный курс запланирован на начало следующего года. Ирина Бугрим, Зульфия Фарвазова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. В городском приюте для бездомных животных прошла выставка питомцев. Эта акция стала одним из пунктов соцпроекта «Любви и тепла хватит на всех». Эти хвостики всегда рады получить долгожданное внимание от посетителей. На этот раз в Умке открылась ежегодная выставка четвероногих под названием «Усатый друг». В гости к пушистым и хвостатым пришли дети, подростки и даже целые семьи. Животных из приюта можно взять совершенно бесплатно. При этом с питомцем хозяевам выдадут все необходимое на первое время. В рамках этого проекта выставляются животные адаптированные к людям, которые адаптированы к детям, не агрессивные, которые, естественно, прошли весь курс отлов, вакцинации, стерилизации, либо кастрации. Первой счастливицей сегодня оказалась Китя. Ирина уже несколько лет хотела завести кошку. Нынешняя выставка оказалась стимулом для осуществления мечты. Я давно хотела взять себе кошечку. И вот, наконец, у меня появилось время прийти в приют и выбрать Китю, которая, вернее сказать, выбрала меня сама. Вот такая кошка будет, и меня дам. На месте по номеру чипа кошку вывели из базы данных приюта, оформили документы по передаче животного и подписали соглашение. В гости в Умку заглянули и студенты многопрофильного колледжа. Ребята заранее выяснили, какая здесь требуется помощь. Выставка оказалась для них отличной возможностью поддержать приют. Стороне не остались и эко-волонтёры. Они провели для посетителей выставки мастер-класс по шитью уютных лежанок из старой одежды для собак и кошек. И, конечно, уделили время четвероногим друзьям. В приюту мы помогаем где-то три месяца, и будем дальше продолжать это делать. Они наши меньшие братья, поэтому нужно ухаживать, любить и ценить их. Сегодня в приюте находятся 189 кошек и 165 собак. Все они в ожидании теплого дома и любящей семьи. Сегодняшний день стал счастливым для пяти кошек. Муравленковцы забрали питомцев домой. В рамках проекта «Любви и тепла хватит на всех» в Умке пройдет целый ряд мероприятий. Посетить их смогут все желающие. К слову, прийти в приют и забрать питомца можно в любое время по будням. Все подробности о помощи животным, попавшим в беду, можно уточнить по телефону Умке 41009. Наталья Матюшкина, Екатерина Меншагиева, Сергей Лукович, Виталий Седняев. Новости Муравленко. И на сегодня это все новости. Еще больше вы найдете на сайте muravlenko24.ru и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok